Утро Карачаева Черкесии приветствует вас. С сегодняшнего дня отделение Социального фонда России по Карачаевой Черкесии повысило страховые пенсии жителей региона, которые работали в 2023 году. Корректировка выплат коснулась всех получателей пенсии по старости и инвалидности, за которые в прошлом году работодатели платили страховые взносы. Выплаты также увеличат получателям пенсии по потере кормильца, если на лицевой счет человека, в связи устраты которого была оформлена пенсия, поступили средства, не учтенные ранее при назначении выплат. До 1 августа отделение Социального фонда России по Республике завершило доплаты к единовременным выплатам пенсионных накоплений, назначенных в течение прошлого года. Всего по Карачаевой Черкесии перерасчет получат 545 человек. Средний размер разовой доплаты составит 2260 рублей. В Карачаевой Черкесской Республике автоматически пересчитаны пенсии более 25 тысяч работающих пенсионеров. Августовский перерасчет, как и все плановые ежегодные повышения пенсии, отделение проводит автоматически. Поэтому не нужно никуда обращаться к пенсионерам, чтобы получить выплаты в новом размере. Деньги с перерасчетом будут перечислены пенсионерам Карачаевой Черкесской Республики в августе по стандартному графику. Для этого специалисты отделения Социального фонда Республики в июле заблаговременно провели необходимые мероприятия по корректировке размеров пенсионных выплат. В отличие от традиционных индексаций, при которых пенсии повышаются на фиксированный коэффициент, августовский перерасчет зависит от зарплаты пенсионеров. Чем она выше, тем больше будет пенсия. Максимальная прибавка составляет 3 пенсионных коэффициента. Помимо повышения страховой пенсии с 1 августа также увеличится размер выплат пенсионных накоплений, накопительной пенсии и срочной пенсионной выплаты, которую получают участники программы софинансирования пенсии. Этот перерасчет связан не столько с работой пенсионера, сколько с результатами инвестирования в средства управляющими компаниями в предыдущем году. Сегодня день клоуна. Профессия требует от клоуна не только смешить публику, но и владеть всеми жанрами циркового искусства. Жанр клоунады считается одним из самых сложных в цирковом искусстве. Современные клоуны все чаще выходят из рамок амплуа, совмещают клоунаду с другими цирковыми профессиями, например, дрессировщика или акробата. Российский цирк подарил миру много ярких звезд. Олега Попова, Михаила Румянцева, Юрия Никулина и многих других. Далее прогноз погоды, а в 9 часов смотрите «Вести» на абазинском языке. Удачного всем дня и встретимся завтра. В Карачаево-Черкесии местами кратковременный дождь, ночью в отдельных районах сильный. Ливни с грозой, градом и сильным ветром до 25 метров в секунду. Ветер западный 6,11, температура ночью 12,17, в горах до плюс 9, днём 24,29 градусов тепла и местами до плюс 20. В Черкесске без существенных осадков ветер западный 6,11 метров в секунду. Температура ночью 15,17, а днём 27,29 градусов тепла. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова